Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и пришло время разбираться с новыми механиками в дополнении Rise and Folk, Sid Meier's Civilization VI. Начать я решил с золотого века, хотя теперь в VI циве этих веков аж четыре штуки, а именно героический, золотой, нормальный и темный век. Это так вот по убыванию типа их крутости, хотя на самом деле это не совсем так, об этом чуть дальше. Механика эта появилась только в дополнении Rise and Folk, если вы играете в ванильную циву, то ее у вас не будет. И заключается она в том, что в течение эпохи вы набираете очки этой самой эпохи, которая определяет, какой у вас век будет в следующей эпохе. Давайте сначала разберемся с самими эпохами. Я их так много уже сказал за последние минуты, это слово. Ну, я думаю, все в курсе, все помнят во всех цивилизациях. Есть сначала Древний мир, потом Античность, потом Средневековье, потом Возрождение, Промышленная Эра, Новое Время, Эпоха Атома и Информационная Эра. Так вот, если раньше вам показывали в какой эре или в эпохе только ваша цивилизация, это зависело от того, какую вы технологию открыли, то в шестой цивилизации есть так называемая глобальная эра или эпоха. То есть в какой эре находится как бы весь мир. И зависит это от того, сколько цивилизаций вообще перешли в эту эпоху. А именно, если половина и больше перешли, то и весь мир радостной поступью переходит, например, в Средневековье. Но если мир развивается медленно, то его в следующую эпоху переносят принудительно. На сетевой, то бишь самой быстрой скорости, это через 30 ходов. Это значит, что начинается игра, вы в древнем мире и внезапно все нации решают забить на технологии социальной политики, то в любом случае, независимо ни от чего, после 30 ходов вы все равно перейдете в античность. Весь мир, весь мир перейдет в античность. Это сделано именно для того, чтобы не задерживать начало новой эпохи, и чтобы вам в любом случае в течение 30 ходов пришлось набрать эти самые очки эпохи. Но еще раз обращу ваше внимание, следующая эпоха может начаться и быстрее, чем 30 ходов. Это зависит именно от общего технологического прогресса игроков. Далее, следующий важный момент. У меня в комментариях спрашивали, на что именно влияет тот или иной золотой век. Как изменяется производство, как добыча золота больше становится, меньше в зависимости от того, золотой это век или темный век. Ну, потому что все привыкли к такому в прошлых цивилизациях. В пятый, в четвертый, когда наступал классный век золотой, то добыча всего и вся увеличивалась. В шестерке единственное глобальное изменение, которое влияет на всю вашу империю в зависимости от века, это лояльность. И все. На самом деле нет, но подробности чуть позже. Если вы в нормальном веке, то каждый житель будет вырабатывать одну единицу лояльности. Если в темном веке, то половину лояльности, то бишь 5 десятых. И если вы в золотом или героическом, то полторы лояльности. То есть, если вы в тесном соседстве, с нацией, у которых наступил темный век, а у вас наступил золотой век или героический, то имеет смысл попробовать переманить какие-то его пограничные города в свою империю с помощью лояльности. Остальные же бонусы веков вы выбираете сами. И тут есть различия. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что на самом деле самый неудачный век – это нормальный, потому что в нем нету никаких бонусов вообще, ни в каком виде. В темном веке, несмотря на то, что вы получаете половину лояльности, но поверьте, это с лихвой компенсируется теми бонусами, которые вы можете получить с помощью черных или темных карточек, которые есть в этих темных веках. И обратите внимание, что у каждой карточки есть как и бонусы, так и штрафы. Но это в любом случае лучше, чем вообще ни штрафов, ни бонусов, как в нормальном веке. Эти штрафы и бонусы и карточки зависят от того, в какую эпоху вы переходите. Например, в античности вы можете выбрать между монашеством, последним героизмом, инквизицией и изоляционизмом. И обычно очень многие берут либо последний героизм, если они хотят захватить соседа, потому что он дает плюс пять боевой мощи всем юнитам ближнего боя. Ну, штраф здесь в том, что нельзя лечиться за пределами своей территории, но это редко, когда требуется. Либо изоляционизм, когда внутренние торговые пути начинают приносить плюс две еды и плюс два производства. Это очень неплохо для начального развития. Правда, при этом нельзя строить и покупать поселенцев и нельзя основывать новые города. Эти карточки вы выставляете в политиках правительства, то есть вам придется какую-то политику из правительства убрать при этом, но бонусы того стоят. Действительно. При этом в нормальном веке, повторюсь, никаких бонусов вы не получаете вообще, вы только выбираете так называемые устремления. В нормальном веке устремления просто дают какое-то очко эпохи в зависимости от того, какое устремление вы выбрали. Ну, эти устремления, кстати, и в темном веке тоже выбираются, естественно. Просто я отмечаю, что в темном веке есть еще и бонусные карточки, которых в нормальном веке нету. Ну, например, Вольнодумство дает вам одно очко эры за каждое озарение. Золотой век уже дает бонусы, которые вы можете использовать в течение всего века. Вам не надо никакие карточки ставить, они будут у вас постоянно работать. Опять же, вы выбираете в зависимости от того, в какую вы эпоху выходите и что вам на данном этапе для развития требуется. Ну, например, если вы выходите в Возрождение, то вы выбираете либо монументальность, либо исход евангелистов, либо здесь живут драконы, либо реформа денежного обращения. Например, реформа денежного обращения в течение всей эпохи делает так, что ваши торговые пути не могут быть разграблены, а за каждый специализированный район в чужом городе ваш торговый путь получает плюс 3 золота. Очень-очень неплохой бонус для развития, согласитесь. И этот бонус вы можете выбрать только один. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Если вы сомневались заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Леша играет». А вот в героическом веке, если вы вышли в героический век, там вам предоставляются те же самые бонусы, что и в золотом веке, но при этом вы можете их выбрать 3 из 4. Представляете, какой это буст к развитию. Но в героический век можно выйти только из темного. Именно поэтому лучшая стратегия развития шестой циви, используя века, это просто постоянно балансировать между темным веком и героическим. То есть начинается древний мир. Вы набираете очки эпохи и набираете их мало, выходите в темный век в античности. Тут вы уже стараетесь и выходите в средневековье, в героический век. Потом обратно сваливаетесь в темные века в возрождении. Потом обратно в героический век в промышленной эре и так далее. Таким образом вы будете получать самые крутые бонусы и самое лучшее развитие в этой игре. Тут стоит отметить, как вообще набираются очки эпохи в игре. Точнее, как высчитывается, сколько очков вам потребуется в следующей эпохе. А очень просто. Изначально, чтобы попасть в нормальную эпоху, не свалиться в темные века, вам надо набрать 12 очков. 12 очков эпохи. Если у вас перед этим был золотой или героический век, это число увеличивается на 5. Если до этого у вас был темный век, то это число уменьшается на 5. А также за каждый город, который у вас есть в начале эпохи, это число увеличивается на 1. То есть, если вы в прошлой эпохе были в золотом или героическом веке и у вас 6 городов, то для нормального века, для нормального века в следующей эре вам понадобится набрать 12 плюс 5 плюс 6, то бишь 23 очка. Именно поэтому вот эти качели из золотого века, из героического века в темный век и обратно проще всего организовать. Потому что вы вышли в темный век, значит, вам понадобится меньше очков набрать для золотого. Вы попали в золотой, который становится героическим из-за того, что вы были в темном веке. Поэтому в следующей эпохе вам надо будет набрать намного больше очков, что сложнее, и вы вернетесь в темный век. Еще меня спрашивали, если вы набираете больше очков, чем требуется. Они сгорают или приплюсовываются к следующему параметру? Нет? Считайте, что они сгорают. Хотя на самом деле не совсем так, просто вам к тому числу очков, которые уже сейчас есть, добавляется необходимое число очков, но по-хорошему желательно больше, чем требуется, не набирать. Потому что действительно это число сгорит. Ну и постоянно тоже популярный вопрос, откуда вообще берутся очки эпохи, что для этого надо сделать. Опять же, у меня на сайте один из поклонников механики шестой цивилизации создал отличную таблицу по этим очкам эпохи, моментом истории. И вы можете перейти на цив6.лёшаиграет.ру и посмотреть. Там же есть и бонусы, которые даются в Золотом веке, и в Героическом веке, в Тёмных веках какие бонусы есть. Поэтому я на всём этом подробно не останавливаюсь. Больше всего очков эпохи даётся за ваши уникальные постройки и юниты. То бишь, если вы построили свой уникальный район вашей нации, вам дадут 4 очка эпохи. Если вы построили свой уникальный юнит, один, один, только первый, вам дадут уникальные очки эпохи. А также за то, что вы что-то сделаете первым. Если вы первым основали религию, если вы первым вырастили город до 10, 15 и 20 жителей, если вы первым сделали кругосветное путешествие, если вы первым создали торговый пост во всех цивилизациях, если вы первым нашли чудо природы и так далее, и так далее. Если вы построили район с офигенным бонусом соседства, за это тоже дают очки эпохи. Если вы построили чудо, причём интересно, что если вы устаревшее чудо построили, то бишь прошлой эры вам дадут меньше очков, чем за современное чудо. Но опять же, на этом нет смысла останавливаться, то есть с течением игр вы просто привыкнете к очкам эпохи и запомните, за что дают, за что не дают. То есть, например, если вы разрушаете лагерь варваров, то вам дадут очки эпохи только за первый лагерь варваров в этой эпохе и только до средневековья включительно. То есть уже после средневековья, за разрушение лагерей варваров, очки эпохи не даются. Я ещё раз, пожалуй, отмечу, что количество очков для золотого века высчитывается, исходя и из количества городов. Именно поэтому вначале не стоит так спешить с расселением, как это было раньше в цивилизации, потому что вы просто можете не смочь в средневековье выйти в героический век. Вам не хватит очков, если у вас будет уже городов 8, и вы будете постоянно в нормальных веках сидеть. Ну и то же самое касается, кстати, и с захватом городов, потому что и захваченные города тоже считаются. Кажется, по золотым векам в шестой цивилизации это всё. Если я что-то упустил, то поправляйте меня в комментариях. Ещё раз напоминаю, что стоит зайти на циф6.лёшаиграет.ру в раздел золотых веков. В общем-то ссылка в описании к этому видеоролику имеется. Ну и если я что-то непонятное для вас по золотым векам не сказал, то спрашивайте опять же в комментариях. Загляните на console.war.ru и играйте в умные игры.